Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим, размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в еврозоне. В 9.00 по GMT выйдет этот релиз, очень важный для нас, потому что мы понимаем, что это, так же как и в отношении других центральных банков, тот самый отчет, который будет влиять на проводимую денежно-кредитную политику. Евро мы хотим видеть выше текущих значений, ну, по крайней мере, я с точки зрения текущего фундаментального фона, хотя думаю, что многие из вас тоже разделяют такую же точку зрения. Текущие котировки 1.09.72. Я допускаю, что более оправданными, даже справедливыми котировками для евро-доллара сейчас являются уже значения поближе к уровню 1.11.1.12. Дальше по хронологии событий в 10.35 по GMT состоится выступление главного экономиста Европейского центрального банка Филиппа Лейна, который, как правило, многие считают, что он является правой рукой Лагард, и по этой причине можно сделать вывод о том, что он, по сути, транслирует риторику главы Европейского центрального банка. И в случае еще одного акцента, с его стороны и со стороны, соответственно, Европейского центрального банка на намерение ЕЦБ повысить ставку, возможно, на 50 базисных пунктов на заседании в мае, евро на этом фоне должен получить неплохую поддержку. И замыкать с точки зрения интересных отчетов торговую сессию будет релиз по запасам нефти США в 14.30 по GMT. За нефтянкой, опять же, с некоторых пор мы следим, текущие котировки 84.57. И я, опять же, сторонник того, что нефть сохранит потенциал роста и в ближайшие, если не дни, то недели сможет все-таки закрепиться в районе локальных максимумов 86-87 долларов за баррель и впоследствии уже продолжить развитие восходящей динамики с целями, которые были подкреплены еще ожиданиями аналитических отделов многих инвестбанков Сити и Колман Сакс в районе 90-95 долларов за баррель, потенциально даже в районе 100 долларов, как думают, на которых нефть будет торговаться, полагают аналитики Сити. Что касается нашего традиционного инструмента, тире катализатора для всего рынка доллара, сейчас индекс американской валюты торгуется на отметке 101.46. Вчера вы наверняка могли заметить, что на рынок вернулся оптимизм, вследствие этого рисковые инструменты обновили локальные максимумы, а доллар снова оказался под давлением. В частности, ушел ниже поддержки 101.50, текущей котировки 101.46, но я считаю, что вот это снижение на юг, оно должно продолжиться. Движение, соответственно, в сторону поддержки 101 пункт и потенциально еще ниже. Основной катализатор улучшения рыночных настроений накануне – китайская статистика по темпам экономического роста, промышленному производству и рыночным продажам. Но действительно, цифры очень хорошие, прям существенно превзошли ожидания, которые и без того были весьма оптимистичными. Показатели ВВП Китая в первом квартале вырос на 2,2%. Нулевая динамика была в четвертом квартале, поэтому здесь, сравнивая два квартальных периода, понятно, прогресс прям очевиден. Промышленное производство, друзья, выросло на 3,9% в прошлом месяце. Еще более серьезную восходящую динамику показали рыночные продажи, которые скакнули сразу на 10,6%, с показателя февральского – 3,5%. Ну и как минимум мы можем точно сделать вывод о том, что вторая по величине экономика мира явно восстанавливается. Поэтому снятие ковидных ограничений, открытие границ и отказ от политики нулевой терпимости уже приносят плоды и результаты. И на фоне этих данных оживились опять же спекуляции на тему того, что мировая экономика все же больше жива, чем находится в тяжелых экономических обстоятельствах. И этого было достаточно, по крайней мере, в рамках вчерашней торговой сессии, чтобы этот оптимизм продержался прям до конца торговой сессии. Я считаю, что мы не должны выпускать из виду опять же китайскую экономику, особенно если сейчас спроецировать вот эту китайскую статистику позитивную на тот же самый рынок нефти, за которым мы следим. Конечно же, чем более динамично будет восстанавливаться Китай, тем больше спроса он будет обеспечивать на углеводороды, больше нефти будет потребляться и больше факторов будет поддержки для всего рынка черного золота на фоне постоянно сокращающегося объема нефтедобычи со стороны стран ОПЕК. Поэтому в текущих условиях, я думаю, что рынок нефти прям очень хорошо смотрится с точки зрения развития такого бычьего потенциала. И спасибо китайской статистике, это еще один фактор поддержки для рынка нефти в целом. Если вернуться к доллару, хочу отметить вчерашнее заявление главы Минфина США Джанет Хеллин, которая сделала очень важное заявление, которое почему-то в течение долгого периода времени недооценивалось многими трейдерами, либо даже игнорировалось экспертами о том, что вот эта санкционная политика США может в конечном счете привести к тому, что доллар утратит статус резервной валюты. Мне, кстати, очень интересно, друзья, ваше мнение, если это так, какой актив будет следующим на данный статус. Пишите в комментариях, можем обсудить, если будут какие-нибудь интересные версии, я на одном из последующих брифингов вернусь к этой теме. Ну и, конечно же, куда без статистики из США. Очередной слабый отчет в данном случае по рынку недвижимости. Количество разрешения на строительство снизилось в прошлом месяце на 8,8%. Почему страдает рынок недвижимости? Потому что в очень тяжелом состоянии, в принципе, ипотечное кредитование из-за высокой процентной ставки. Еще один аргумент, друзья, даже вот с этой стороны, если рынок недвижимости уже в таком упадке, скажем так, из-за ставки, ключевой ставки Федрезерва в районе 5%, ну, конечно же, ставки по ипотеке, они уже будут существенно выше, то зачем еще повышать ставку снова, чтобы создавать еще большую нагрузку на экономику? Я снова, опять же, акцентирую ваше внимание на свою субъективную точку зрения и мнения о том, что американскому регулятору не нужно больше повышать ставку. Отсюда делаю ставку на дальнейшее снижение курса американского доллара. Золото пока без изменений, чуть выше 2000 долларов за тройскую лунцу удержимся, соответственно, рассчитываем на дальнейшее восходящее движение. Европейская валюта против доллара 1,0972. Главный катализатор роста евро, помимо вчерашней китайской статистики и общего улучшения рыночных настроений. Ожидание дальнейшего ужесточения европейской монетарной политики и, возможно, даже повышения ставки на 50 байсных понтов. Ранее Лагард в начале этой недели комментировал, что повышение стоимости заимствования в условиях высокой базовой инфляции является оправданным шагом, который в конечном счете приведет к улучшению экономических условий в целом. Сегодня, друзья, выйдут данные по инфляции, смотрим за базовым индексом потребительских цен. По прогнозам он может вырасти с 5,6% до 5,7%. Если ожидания оправдаются, у ЕЦБ будет еще один аргумент поднять процентную ставку. Поэтому чисто теоретически при отработке этого сценария уже сегодня пара евро-доллар может прорваться выше отметки 1,10%. Доллар канадец 1,3394. Очень большая ставка была у меня на вчерашний отчет по инфляции и выступление Тифо Маклима, главы Банка Канады, что он сможет оказать поддержку канадскому доллару. По инфляции снижение было зафиксировано в прошлом месяце с 5,2% до 4,3%. Этот отчет не оказал серьезного влияния на канадский доллар. А что касается выступления Маклима, то странно, что канадский доллар не отреагировал, потому что Маклим, по сути, подтвердил, что Банк Канады будет готов снова повысить процентную ставку, если базовая инфляция вернется к траектории роста. В пятницу у нас еще роничные продажи по Канаде, остается рассчитывать на то, что этот отчет сможет все-таки вернуть покупателей в канадскую валюту и обеспечить снижение пары доллар-канадец к нашей цели 1,33%. От этой сделки я ни в коем случае не отказываюсь. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!